У нас Уланзи MT. Всем привет! Сегодня у меня на обзоре интересная модель штатива от компании Уланзи. Это у нас Уланзи MT61. Модель, которая изготовлена из карбона и алюминия, без применения пластиковых элементов. Модель очень качественная, очень интересная. Рассмотрим сейчас ее более подробно. Давайте начнем с описания. Так, это две немножечко штативчик. Сразу зайдем на Али, посмотрим, что же нам про данный штатив продавец рассказывает. Материал здесь у нас указывается то, что карбон, высота до 1,74 метра, различные режимы, панорамная голова с 36 градусов поворотом, нагрузка на сам штатив до 15 килограмм, режим монопода, вот, ну и дальше уже у нас идет описание, скажем так, преимуществ. Про ножки мы сейчас подробнее посмотрим. Так, здесь вот высота показана, то есть вариации, какие могут быть по высоте. Три позиции ног, монопод, головка сама, то, что здесь откручиваются ноги, установка нижняя, ну, то есть фотоаппарат можно установить вот так вот, фотокамеру, перевернув. Панорамная головка. Ну, сейчас мы более об этом подробнее посмотрим. Подвес здесь можно устанавливать дополнительные. 28-миллиметровые трубки здесь использованы. Стандартные крепления на 4-е. Здесь допом еще идут они, вот, на раме, скажем так, на самой. Вот эта посадочная площадка очень качественно выполнена. И здесь сейчас еще обратим внимание. Там было у нас 15 килограмм заявлено. Вот оно здесь указано. Лод капасити на сам трипод. Меньше равно 15 килограмм. А головка сама, то здесь идет речь про шарик, про шар головки. От 3 до 5 килограмм указано. И материал здесь, собственно, указан. Карбон плюс алюминиевый сплав. В сложенном состоянии получается 47 сантиметров. И здесь 171, плюс-минус 3 сантиметра. Это он уже у нас здесь в разложенном получается состоянии. И диаметр трубок максимально 28, минимально получается 19. Вес продукта 1,6 килограмм заявлен. Вес я уже измерял безменом. Ну, там точность плюс-минус грамм 50 где-то. Ну, я все-таки скриншот, думаю, сейчас точнее не скриншот, а фотографию выложу с этим измерением. Вот. И размерность продукта. То есть в сложенном состоянии получается в таком, в полуразложенном, скажем так, то есть не максимальная длина 60 у него, когда просто мы его раскладываем из хранимого, скажем так, положения в хранимом положении 47. Вот здесь у нас аксессуары приведены. И давайте тогда сейчас сначала глянем на, собственно, сами аксессуары, так называемые, приданные. Вообще, сам штатив приехал в такой коробке. Коробка в состоянии, в принципе, на четверочку. Бывало и хуже ко мне приезжали продукты от Уланзи. Они их просто оборачивают в пленку. Ну, обернут был он весьма качественно, эта коробка. Она, точнее, обернута. Но Почта России как бы может быть, не та же и не Почта России, возможно, на Китайской Почте. Извиняюсь за шум. Так, все, вытащил у меня там, потому что еще ножки вот эти, которые пятки, так называемые, рассчитаны на установку в грунт. Такие колышки. Тут они здесь уже лежат. Обратите внимание на сам чехол. То есть чехол мне вообще очень понравился. Ну, вот у меня были уже на обзорах штатива от Уланзи. Предыдущий тоже был достаточно дорогой штатив, но, по-моему, там чехол был несколько хуже. Здесь приятная ткань. Во-первых, по цвету, во-вторых, по фактуре. Такая вот ручка расстегивающая. Напоминает сумку для ноутбука, дорогую. Очень качественная молния. То есть очень легко она идет. Можно одной рукой спокойно. И что порадовало, здесь как бы внутри такой вот материал непромокаемый. И здесь он довольно-таки толстый. То есть здесь какой-то уплотнитель внутри для смягчения. И вот эта вот непромокаемая часть. Сам штатив был в таком пакетике. Вот. И здесь еще аксессуары. Какой-то вот допремешок. Я, честно говоря, еще не совсем понял, пока для чего он нужен. Детрий мешок. Есть инструкции по эксплуатации. Здесь мешочки с силикогелем. Здесь китайский и английский языки. Так. И еще колышки. Колышки вылетели из пакетика почему-то. Но не суть. Колышки и шестигранник есть еще в комплекте. То есть вот такие вот колья для надежной фиксации. То есть здесь вот в помещении в них нужды нет. А где-то на каком-то, может быть, даже сыпучем. Сыпучей поверхности, где-то на песке, например, на грунте, то есть на земле. Вполне очень даже прям для надежного крепления. Раз добрались до инструкции, давайте ее сейчас глянем сразу же. В инструкции, в принципе, вся та же информация, что мы видели на страничке с Алиэкспрессом. Ну, здесь, что касается спецификаций, диаметра трубок, секции, вес. Соответственно, в размерности. И больше вот это интересные элементы. Здесь у нас площадка с креплением под 1,4. Здесь у нас крепление быстросъемное, поворотное. Не какой-то курок, а надежный металлический элемент поворотный. Здесь у нас фиксатор шара. Здесь фиксатор по вращению на 360 градусов. Кстати, фиксатор шара там на самом деле еще один есть. То есть большой, еще малый есть. То есть они на самом деле два участвуют. Вот этот поворотный, который, он, ну, несколько ослабевает, скажем так, несколько ослабляет усилия при вращении. Но на самом деле даже в ослабленном состоянии вращается достаточно туго. Но в этом даже есть плюс. То, что, например, при съемке видео никаких не будет там шевеленок, то есть каких-то резких там дерганий. То есть все очень плавно он вращается на самом деле. То есть прям так быстро его не повернешь. Но плавно вращать очень даже здесь удобно. Крепление центральное тоже на поворотное. Здесь все поворотное. Здесь никаких нет пластиковых, особенно рычагов. То есть здесь, естественно, вот этот фиксатор металлический тоже, как рычажок, лепесток он сделан. Здесь материал специальный, да, у нас антискользящий для удобства хвата. Здесь для подвешивания груза. То есть такой есть элемент, пружиненный, подвесом он вытаскивается. И здесь у нас те же фиксаторы уже дополнительных расширяемых секций. Здесь у нас показаны три режима ног. Хайт, Медиум, Лоу. Еще дополнительные режимы показаны. Сейчас мы все посмотрим. То есть возможности, какие здесь предусмотрены. Установка груза, режим монопода, головка. Ну то есть в общем все это проще сейчас показать уже непосредственно на самом штативе. Головка я предварительно, кстати, снял. Вот она. Такая вот красивая. Полностью из алюминия она изготовлена, из алюминиевого сплава. Очень тяжелая. Сейчас мы ее даже взвесим. Давайте. Головка крепилась. Вот здесь такой винт. Здесь тоже все алюминиевая площадка. Здесь у нас секция вот эта подъемная. Ну позже мы здесь вернемся уже к телу самому штативу. Сейчас попробуем. Посмотрим. Возьмут ювелирные весы такой вес этой башки. То есть сколько она весит. Заявлено там, по-моему, 500 грамм у весов предел. Ну 400 грамм практически весит. И то весы что-то здесь начинают за шкалу ходить. Не знаю верны ли эти показания. Как будто даже полкило она точно весит, эта голова. Но очень тяжелая на самом деле. Головка. Потому что здесь очень все качественно и монолитно сделано. Здесь у нас сразу видим пузырьковый уровень. Здесь и здесь на самом вот этом быстросъемном креплении. То есть никакого курка, повторюсь, здесь нет. Здесь у нас вот такой вот алюминиевый надежный рычажок. Все, кстати, крутящиеся элементы даже чересчур сильно промазаны. То есть ничего не течет. Правда, там смазка густая. Но при вращении центральной секции у меня даже излишек вылез смазки. Но на самом деле я не считаю, что это здесь какой-то недостаток. Это то, что положили больше смазки. Молодцы, как бы лишнее. Можно вытереть всегда салфеткой. Ничего в этом нет. Так. Здесь полностью у нас алюминий. То есть все надежно, все монолитно. Вот так он ходит. То есть как тиски, по сути, здесь такой вот зажимчик. Здесь у нас площадка тоже полностью из алюминия. Достаточно тяжелая. Давайте тоже разнечерезно завесим. Посмотрим. 35 грамм. Ну, это на самом деле кажется вроде немного, но это очень даже неплохо. Здесь таких вот шесть элементов прорезиненных. Причем они максимально старались закрыть всю площадь, чтобы не поцарапать камеру. И чтобы был хороший зацеп, она не скользила. И при этом еще было демпфирование, собственно, от этой резины. Вот. Давайте установим обратно. Быстросъем. То есть снимается на самом деле удобно. Риск уронить камеру минимальный при таком раскладе. Вот прям можно зафиксировать надежно. Ничего здесь никуда не денется. Там когда курок случайно отстегнете, ну или как-то камеру в этот момент не удержите. Здесь все достаточно продумано в этом плане. Здесь сам как литой вот эта часть, видимо, летает. То есть довольно-таки монолитно выглядит сама площадка под быстросъем, скажем так. Здесь у нас шар. Такой вот он здоровый. Тоже он металлический, никакой не пластиковый. Основной рычаг для управления шаром. Вот он. И еще вот есть второстепенный. То есть на самом деле им тоже можно усилие регулировать, когда вот этот полностью ослаблен. Вот еще вот здесь сделано два. Ну, видимо, для более надежной фиксации. То есть здесь я не совсем понял, но подозреваю, что это именно для надежности сделано. И вот еще здесь такая вот крутилочка. Это уже непосредственно для регулировки усилия при вращении вокруг своей оси головки. Единственное, вращается, как я уже сказал, она туго. Даже при ослаблении максимального этого фиксатора. Ну, не то, что прям туго. Ну, не прямо она там как-то скользит. На самом деле это как бы не недостаток, на мой взгляд. То есть просто такая особенность. Сейчас я установлю головку обратно и покажу, как она, собственно, работает. Установлено. Установлено. Фиксатор сейчас практически зажат до упора, но не совсем. То есть вот она даже сейчас и не поворачивается. То есть можно очень тяжело, но крутить ее. Еще это он не был зафиксирован. Если его зафиксировать, то ничего, она никуда уже не повернется однозначно. Тут даже усилие очень сильное, если приложи. Так, сейчас я его максимально ослаблю. Ну, практически вот он уже болтается. Даже вот в таком, ну, уже практически в расслабленном состоянии. Вот она как вращается. Но вращается очень плавно. Никакого там каких-то такого-то дребезга, да, там на видео не должно быть в этот момент при съемке видео. То есть это явно актуально будет. Ну, вот, но быстро здесь надо повернуть. Но вот только вот с большим усилием, если достаточно. Здесь рассчитано все как раз-таки намедлено. Вот это все. На медленное вращение. Вот, если его фиксируем, в принципе, особо не меняется. Только когда уже ближе к концу хода, уже здесь вот он, эта головка уже встает, по сути. То есть уже плохо вращается. Так, вот основной рычажок фиксатора шарика нашего, шара большого. Вот у нас он начал поворачиваться. Давайте попробуем вот этот затянуть рычажок. И вот теперь шар уже никуда не поворачивается. То есть он сейчас фиксирован вот этим именно левым регулятором. И еще допом фиксируем его основным. Ну, вот здесь удобнее работать с этим, да, потому что у него здесь больший размер. Удобно здесь нарезано. Нарезан такой зацеп. Тоже все полностью из алюминиевого сплава. То есть здесь все как бы сделано на века, грубо говоря, да. Конечно, на век, наверное, не прослужит этот штатив, но я думаю, что при должной эксплуатации, да, то есть при хорошем отношении, десяток, а может быть и несколько десятков лет он должен прослужить. Вот. Спускаемся ниже теперь, наконец. Здесь у нас такой вот фиксатор. Здесь он с прорезиненной частью. Это у нас фиксатор вот этой центральной нашей подъемной стойки. Она у нас карбоновая. То есть вот у нас наш первый карбоновый элемент присутствует. Вот я его здесь зажимаю. Все. Ничего не болтается. Давайте перевернем. Покажу, что снизу. Здесь, по-моему, вот эта вот заглушка просто, она пластиковая. Это единственный, наверное, пластиковый элемент. Здесь такой крутящийся, она подпружиненная. И здесь такой вот крючочек для подвеса груза. Он подпружиненный. Сейчас попробую показать. То есть вот он. Выгибается. То есть он здесь не мешает. Когда нужно, можно его использовать. Здесь у нас доп. крепление есть. Еще одно. Пожалуйста. И вот теперь. Видим три ноги наши. Карбон, карбон. Ну и здесь, соответственно, тоже карбон. Наименование модели MT61. Вот оно наше. Вот это вот покрытие нескользящее, удобное. То есть и в мороз, когда холодно, очень, например, актуально. И просто нести, чтобы было удобно. По поводу фиксации ног. Здесь у нас три режима есть. Вот они, собственно, насечки. Одна, вторая и здесь третья. Такие вот у нас здесь три лепесточка. Вот так вот сделаем сейчас немножечко. Оп, отодвигаем его. То есть тоже из алюминиевого сплава он изготовлен. Никакой-то не пластик. И вот так вот можем повернуть. Вот сейчас на первую риску ставим. Все. Вот он зафиксировалось. Выше она уже не идет. Надо нам на второй поставить. Так. Вот зафиксировали. Теперь вот такой угол у нас становится. То есть он у нас уже не согнется. Вот я его опустил. Опять поднимаю. И возвращаюсь к оптимальным на данный момент съемок режиму. Вот он стоит. Все надежно. Здесь тоже полностью алюминиевый сплав. Вот он такой здесь монолитный вид. Все это имеет конструкцию. То есть здесь все полностью вот эти части алюминий. Карбон у нас. Вот карбон. Вот карбон. Вот карбон. Ну и там еще выдвижные секции. Они тоже карбоновые. Так. Теперь давайте посмотрим. Собственно наши выдвижные части. Сейчас сложим. Пытаемся это сделать. Для удобства. Какую-то одну можно здесь выдвинуть. Посмотреть. Снизу у нас вот. Такие вот пяточки здесь сделаны резиновые. Вот она. Резина. Такой винт. Там тоже все металлическое куда вкручивается. Колышки я показываю в комплекте есть. Если для установки нужно установить на грунт. То есть здесь можно регулировать. Лучше до упора наверное закрутить их. Чтоб высота везде одинаковая была. Но если нужно, как бы если пол неровный в помещении, то вполне можно отрегулировать. Выдвижные секции у нас здесь как видите их три. И тоже здесь показано режим открытый, режим закрытый. То есть вправо закрываем, влево открываем. Одной рукой даже проблематично сделать. Насколько все здесь туго фиксируется. Так. Здесь просто видим плохо промазали эти еще элементы. Ну на самом деле двумя руками тут вообще в легкую даже одной рукой, если с усилием. Просто здесь я снимаю. Мне удобнее снимать не со штатива, а именно так вот с руки. Привык я так уже. Так. И соответственно вот она. Первая выдвижная часть. Здесь вот этот вот элемент он из алюминия. С тонкого достаточно. Но в принципе здесь больше это не надо ничего. Прорезиненная часть здесь тоже алюминий. То есть вот мы выдвигаем. На карбоне какие-то вот такие здесь есть. Как типа грязь. Ну это видимо особенности материала я так полагаю. Вот. Ничего в этом такого криминального нет. Все. Здесь зафиксировал, выдвинул, зафиксировал. Следующую часть выдвигаю. Максимально выдвигаю. Так. Здесь даже ее можно вытащить. Пожалуйста. Не знаю почему. Это сделано для чего. Снимается этот элемент. И этим зажимом он фиксируется. Здесь уже дальше он никуда не выйдет. То есть здесь все надежно. Последний элемент оставшийся выдвигаю. Здесь тоже какие-то пошли. Такие полосы. Так. Карбоне. Сейчас измерим длины. Каждый элемент. Какие у нас получились. Возьмем рулеточку. Чтобы не было каких-то здесь недопониманий по поводу того, как быстро он раскладывается. Складывается. Потому что механизм здесь не совсем стандартный. Просто до этого я показывал то, что я долго крутил и полностью снимал ножки. Здесь достаточно пару оборотов сделать. На самом деле так. Ну, для... Получается складывание. То есть вот оно буквально для раскладывания. Сделал несколько оборотов. Зафиксировал. Сделал несколько оборотов. Зафиксировал. Все. Вот он. Все держится здесь. То есть все достаточно быстро происходит. Оп. Оп. Ну, может быть, чуть дольше, чем когда такие здесь курковые переключатели. Но они обычно даже в таких дорогих штативах их из пластика делать могут. То есть здесь же механизм получается надежнее. Вот этот именно с закручиванием. То есть, во-первых, и фиксация надежнее. И, во-вторых, долговечность именно самого вот этого подхода. Как по мне, она выше должна быть. Все вместе у нас получается в районе 100 сантиметров практически. Так. И теперь по элементам давайте посмотрим. Сейчас я для удобства ленту соберу. Так. На 30 сантиметрах. На 40 сантиметрах. Точнее. Открыл я рулетку. Здесь получается 28. Так. 28 длина самой толстой части. Здесь 31 практически. Но если это с фиксатора до фиксатора считать. И здесь в районе 34 практически получается. То есть вот оно у нас так вот идет. Так. Ну, толщина здесь приличная. Даже на самом нижнем элементе. Карбон он достаточно жесткий материал. Достаточно прочный. При этом легкий. То есть у него есть ряд достоинств перед алюминием. В этом плане. Вот. Ну, осталось его полностью разложить. Получается этот штатив. Показать высоту. В разложенном виде. Максимальную. И установить камеру. Попробовать. Так. Еще забыл показать вам. Сейчас придется здесь сложить. У меня здесь длины не хватает. В помещении. В стену упирается нога. Сейчас. Сложим. Так. Опять одной рукой. Достаточно плотно все просто здесь входит. Никаких тут люфтов. Ничего нет. Вот это очень меня радует на самом деле. Монолитность конструкции. Вот эту часть. Ее длину выдвижного элемента. Так. В районе 26,5 см. Топ измерения. Топ измерения. У нас он. В неразложенном, но в активном состоянии. Скажем так. Здесь у нас получается 88 сантиметров. С учетом вот этой выдвижной части. Ну, я ее уже показывал. Сколько она по высоте. Ну, сейчас мы ее задвинем. Смотрим. Для наглядности. Так. Ну, вот здесь. 60 практически сантиметров. Чуть побольше. Так. Это 61. Ну, я здесь смотрю по верхней точке вот этой площадки нашей съемной. Так. Получается, я сейчас иду наоборот не раскладываю. Я наоборот его складываю. Данный штатив. В разложенном виде покажу, значит, позже. Вот я его сейчас сложил. Так. Рулетку тоже я сложил уже. Сейчас разложим. Так. И посмотрим сложным составом. Так. Штатив у нас собран. Такой вот у него внушительный вид. Давайте сейчас измерим высоту максимальную. Так. Вот пола. Так. Вот она у нас идет лента. Высота получилась, ну, вот 174 сантиметра до корпуса фотоаппарата. То есть, вот она, как и заявлено, собственно, высота. Так. Пробуем сейчас пошатать. Ну, на самом деле, очень все устойчиво. Ну, вот я прям очень сильно трясу. Все-таки карбон, конечно, здесь смотрится, на мой взгляд, выигрышнее даже, чем алюминий. Да, то есть, ну, особо тряски, как таковой, здесь не наблюдается. Так. Здесь. Тоже, в принципе, все стабильно. Давайте попробуем сейчас еще подвесим груз. Грузом у нас вступает бутылка 6-литровая, полностью заполненная водой. Сейчас я его привешу. Несколько не очень удобно эта конструкция с крючком, с таким маленьким. Неудобно его здесь перевешивать. Как бы. Вот, 6 литров у нас есть. То есть, 6 килограмм веса. В таком режиме. Ну, вот я прям очень сильно трясу. Нагрузка очень сильная. Ну, здесь, я так полагаю, действительно, вот эта вот часть с ногами, она запросто, там, по-моему, 15 килограмм было. Ну, десятку она точно выдержит, но смысл, как бы, что-то такое устанавливать на штатив. Вряд ли кто-то что-то такое установит тяжелое. Ну, сейчас уже 6 килограмм. Ну, подпарад с этим объективом, наверное, ну, около килограмм пускай весит. Потому что корпус здесь не из магниевого сплава, по-моему, вот у 550-го. Может быть, конечно, частично из магниевого. По-моему, здесь пластик все-таки побольше. Да, здесь пластик, магниевый сплав, это у нас, вот у меня есть еще 20D, старенький. Там уже тяжелее сама тушка. Вот, здесь не самый тяжелый подпарад. Не самый, далеко не самый тяжелый объектив, полтинник. Ну, и вот еще плюс 6 кило. Так, сейчас у меня, кстати, давайте я его сейчас чуть-чуть откорректирую. Вот так вот сделаем. Фиксируем. Так, пробуем сейчас еще покрутить. Так, ослабим сейчас немножечко здесь фиксатор. Вот так вот все плавненько крутится. Не вижу смысла, в принципе, видео снимать, показывать именно с самого фотоаппарата. То есть, и так видно, по-моему, что все очень плавно, никаких дерганий сейчас нет. За центральную стойку, кстати, обратите внимание, центральная стойка, ну, обычно это такое больное место, тоже у штативов. Здесь никакого особо люфтата нету. То есть, вот она прям монолитно держится. И здесь тоже... Ну, штатив один из самых лучших, на самом деле, который у меня был. То есть, у меня всякие штативы были дорогие. Даже Туланзи была более дорогая модель ранее. Не сказать, что она как-то лучше сильно. То есть, здесь, на самом деле, цена-качество у данного штатива, как по мне, на высоте. И, конечно, он не дешевый, сейчас порядка 10 тысяч он стоит. Но здесь плата за карбон, за эту вот карбоновую устойчивость, скажем так. Вот, то есть, ноги здесь великолепные сами. Нагрузку, как вы видите, держат. И явно есть запас прочности. Сделано все, получается, из металла. То есть, алюминиевый сплав у нас здесь. Этот карбон тоже не должен никак треснуть. Здесь удобно у нас, пожалуйста, носить. Здесь тоже часть, цель получается металлическая. То есть, из алюминия, алюминиевый сплав. Здесь у нас все сделано по уму. Вот это не трясется штука. Башка у нас, да, то есть, полностью из алюминиевого сплава сделана. То есть, здесь все навечно удобные такие регуляторы. Ничего здесь пластиковый не треснет. Ни за что не нужно прям так бояться. Конечно, обращаться все равно с любой вещью, я всегда говорю, нужно аккуратно. Но в данном случае можно даже, если что-то быстро делаешь, там какие-то кидать, что-то, да, там кинуть, например, в сумку, там быстро, там еще что-то, на морозе быстро крутить. То есть, все, здесь отлично все промазано. Вон там сколько смазки. В крайнем случае всегда можно промазать дополнительно через какое-то время. Вот. Минусы то, что вот здесь загрязняется. Несколько пыль попадает на резину. Ну, просто не очень, может быть, выглядит практично. Но, с другой стороны, как бы это не совсем проблема. Ну, вот. Давайте сейчас подсвечу здесь. То есть, здесь просто вот пыль немножечко скапливается. Вот. Как таковых минусов я здесь не вижу, кроме вот этого вот, ну, докапывания моего к пыли. Ну, вот здесь каких-то еще структурных моментов по карбону. Ну, это тоже, как бы, такое все. Вот. Единственное, только стоимость, как бы, не всем, может быть, будет доступна. Но тем, кто занимается там, на фото делает деньги, скажем так, да, профессионально занимается. Ну, или просто кто хочет иметь хороший штатив, то есть, может себе это позволить. То есть, я считаю, 10 тысяч – это не такие большие деньги по современным временам, да. То есть, за хороший продукт, который прослужит явно не один год. Ну, по крайней мере, к пластикам, штативам всегда есть вопросы. Потому что больше... Ну, то есть, к алюминиюм, точнее, штативам. Потому что у них обычно пластиковые головки. Пусть там пластик качественный, толстый. Но все тоже со временем, как показывает практика, и на холоде, и просто от старости. Пластик может растрескаться при каком-то напряжении, когда на него будет оно подано. То есть, резко, если вы отстегнете что-то, хотя, по сути, раньше вы так делали тысячу раз, да. Но в какой-то момент он развалится. У меня недавно так развалилась душка у наушников, которые тоже лет 6 работали от незначительного усилия просто на нее. То есть, и она прям лопнула. Ну, там было место достаточно тонкое. В самом тонком месте произошло вот это вот деформирование, и она просто-напросто отвалилась. Хотя наушники полностью рабочие были. То есть, сейчас, если их на клей ставить и так далее, такая же фигня у меня была с штативом. То есть, я там недостаточно сильно ослабил регулятор, потянул от силы, и у меня тоже развалилась часть головы. То есть, регулировка, получается, головы. Здесь вот такая фигня была. Штатив хама пластиковая, ну, как петля, что ли, ее назвать, короче. Вверх-вниз, когда она ходит, и это оказалось слабым местом, и особо никак там не склеишь, ничего не сделаешь. Штатив-то, правда, копеечный. Около тысячу рублей стоил, но мне нравился он, потому что компактный. В свое время меня устраивал, когда не было штатива. У меня был первый мой штатив, но позже я уже им перестал, конечно же, пользоваться. Сейчас перешел на более качественные штативы. Вот, и то, и пользуюсь ими. Ну, не всегда, потому что видео мне удобнее, например, вот так вот снимать, прям показывать. Вот, не всегда просто еще в однушке удобно раскладывать штатив. То есть, если я в помещении снимаю, на улице снимаю, уже непосредственно там семейные фотографии и так далее, со штатива. Когда надо селфи сделать, некого просить и так далее. Ну, то есть, тут уже можно и подешевле штатив, но вот для более такого профессионального варианта, то есть, если есть достойная тушка, достойный объектив, в каком-то месте, в хорошем, да, то есть, памятные фотографии делать, либо на коммерческой основе, то почему бы и нет, почему бы не накупить нормальный штатив. Вот, все, такой вот штативчик. Очень мне понравился. Ну, вот. Может быть, конечно, кто-то скажет, что он трясется, потому что у меня в комментариях даже на хороший штатив бывает. Такое есть, то, что нет, не буду брать, трясется. Ну, найдите тот, который лучше в этом же ценовом бюджете. То есть, может быть, что-то есть лучше, там, тысяч за 20, за 30, но на самом деле я сомневаюсь. И, во-первых, кто купит такие штативы, есть ли смысл в их покупке? Здесь, по-моему, на мой взгляд, сделано уже весьма достойно, что-то более лучшее. Ну, это тогда будет, получается, возможно, будет, да, лучше, но это уже будет и другой вес. Но здесь все-таки вес еще гуманный у данного штатива. Ну, и по высоте, возможно, да, то здесь сейчас, если убрать еще нижнюю секцию, сделать высоту поменьше, то он еще будет понадежнее, да, потому что здесь толщина уже вот этих двух секций, она больше, хотя здесь вот нижняя, она не сильно как бы на самом деле сужается, вот по отношению к первой вот этой вот секции, да, то есть самый верхний, то здесь сделано все-таки тоже по грамотному, секции сами по толщине, да, то здесь нет такого прям как вот на алюминиевых моделях бывает. Карбон, конечно, здесь не зря поставлен, скажем так, есть действительно от него толк, вот. Особенно вот это видно по вот этой вот центральной части, то, что здесь даже вот я сейчас очень сильно дергаю, но потрясывается, конечно, но в реальности кто так будет делать, да, то есть на ветру будет достаточно надежно, особенно если где-то еще в грунтовый воткнуть, на колышки поставить, потому что здесь, во-первых, и грунт может быть неровный, да, то есть, пожалуйста, мы здесь колышками можем там и фиксацию поверхность отрегулировать, и, собственно, их выдвижение само, то есть они же регулируемые как бы, и вот между ногами, давайте посмотрим здесь какое получилось расстояние ради интереса. Так, 90 сантиметров, практически, да, 90, и здесь, что у нас, здесь 97. Вот тут такой вот замечательный штативчик. Еще, несмотря на то, что тушку я уже убрал, покажу то, что есть возможность, ноги выгибаются, соответственно, и подвесить фотоаппарат, чтобы он смотрел, скажем так, вниз. Здесь регулируется это, пожалуйста, то есть как нам надо, так мы фиксируем момент, да, ну тут смотря какая камера, да, то здесь сейчас уже тушка бы не влезла, какая-нибудь там GoPro, например, вполне бы влезла. То есть вот все здесь надежно он стоит. Пожалуйста, можно подвесить зеркалочку, ну не зеркалочку, любой фотоаппарат, видеокамеру. И понял я на самом деле, для чего здесь, во-первых, вот этот вот крючок, он съемный, сам вот этот вот поверхность, ну то есть сам вот этот элемент. И для чего ремешок был в комплекте, то есть для удобства переноски, то есть снимается вот этот вот подпружиненный элемент для подвеса, да, то есть и, ну, подвес сам не совсем может быть удобный, когда-то здесь что-то надо быстро сделать, потому что надо вытягивать его, вот такой он здесь не очень-то удобный, но здесь вот можно зафиксировать ремешок, как раз закручиваем, и этим ремешком с помощью него удобно переносить, чтобы, ну, можно либо за ремешок брать, либо опять-таки вот за эту, за центральную, ну, не за центральную, а за стойку, где у нас есть вот это удобное покрытие. Здесь сразу, кстати, видно, что он стоит сейчас, ну, скажем так, не совсем в обычном положении, да, потому что здесь логотип у нас внутрь смотрит, то есть потому что ноги вывернуты. То есть я сейчас вернуть ноги в нормальное положение, давайте сейчас это сделаю, то у нас все будет как было ранее, то есть все просто, как говорится, брюки превращаются, как было в классическом советском фильме. Так. Вот. И далее уже здесь выставляем ноги с фиксаторами поставим уже нужный нам угол. Сейчас я просто его предварительно поставил, показываю. То есть вот опять мы получили стандартный штатив здесь с возможностью опять той же регулировки. То есть надо нам вообще можем убрать дополнительно эту стойку полностью. И вот он у нас такой вот красавец. И вот он у нас.